добрый день друзья сегодня хотел с вами поговорить о том что вот 16 июля была дата как бы мнимого расстрела романовской семьи семьи николая второго большевиками и что вот якобы этот момент такой важный для тех кто так сильно любит николая второго и вообще рот романовых 16 на 17 июля их якобы расстреляли каком-то там где-то доме и так далее и 5 10 но самое главное знаете что может быть это и меня бы никак не волновало если бы ни одно но лет пять наверно подряд лет пять подряд вдруг вот какие то силы в стране появились я считаю что это преступные силы потому что деятельность их была направлена на сегрегацию и разбежевание людей в нашей стране на основе того что вдруг появились вот эти плакаты плакаты я вам уже много раз их показывал не буду здесь их дублировать на которых было написано плакаты около дорог естественно большие бигборды на которых было написано покайся русский народ ты убил царя царя понимаете и вот это вот все постоянно то есть за чьи-то деньги все это устанавливалась вдоль дорог причем я собственными глазами видел это в различных районах и областях и мне говорили в те годы это недавно было ну лет пять тому назад пик пришелся что это был везде я считаю что я сделал большое дело но частично большое дело я уж не буду себе приписывать все заслуги конечно же но выступая со своими фильмами на эту тему я все-таки добился какой-то степени того чтобы этих бигборд of больше не было на нашей земле потому что никто русский не убивал николая второго это понятно даже из состава тех кто его даже теоретически убил там были только товарищи которые нам не товарищи а русский народ никогда не был товарищем который никому не товарищ поэтому товарищи поубивали там кого-то просто пусть будет даже теоретически а почему-то ответственным они назначили не себя и не свой народ а вот наш народ но даже в этом плане я считаю что неправильной постановка вопроса о том что нужно было вставить эти бигборды и я считаю что правоохранительные органы должны были выявить тех кто поставил эти бигборды и привлечь к определенной ответственности потому что это было откровенное разжигание определенной розни на какой-то ерунде я называют ерундой может быть конечно для кого-то это очень важно поэтому простите меня за такие слова я не хочу вас обидеть но это действительно сама политика вот это вокруг как бы убиенной семьи это не очень хорошее дело и доказательств факта этого убийства нет доказательств того что николай второй стал потом георгом пятом в англии и правил долг до своей смерти море разливенное и фейсы ну и естественно там остальные атрибуты я вам уже даже из книги своей приводил и в ранних роликах что даже у королевы виктории была фотография жены николая второго на которой было написано в правом верхнем углу что это георг пятый со своим там ребеночку со своей супругой а внизу в левом углу было написано что это николай второй со своим ребеночком со своей супругой на одной и той же фотографии в ее коллекции можете поискать фотографии из архива королева виктории очень интересный там много такого интересного но сейчас я уже считаю что это дело прошлое потому что действительно вот очередная годовщина прошла и мы с вами не видели этих многочисленных бигбордов и не пытались и нас никто не пытался принудить какому-то покаянию за то чего мы не совершали со своей стороны я хочу заинтересоваться точнее заинтересовался тем что у нас сейчас есть определенное тяжелое направление для нашего государства и наше государство ждет каких-то новых форм сплочения дополнительно к тем которые уже существуют и работают патриотизм нужен в таких ситуациях мы должны сплачиваться смыкать наши ряды и защищать и государство и народ и наши идеалы это я думаю что понимают все кроме тех товарищей которые нам не товарищей и которые сами себе даже бывает что и не товарищи которые уехали куда-то и вот здесь я в наших рядах не вижу отчетливой поступе тех кто еще пять лет тому назад расставлял вот эти бигборды то есть с одной стороны он этими бигбордами как бы говорил вот знаете я такой патриот я о корнях прям я о романовых ну да да вот если ты такой патриот о корнях и романовых то где эти цари в сегодняшнем моменте истории может быть они нам нужны очень вы представляете что сейчас приехали бы все эти бывшие высокопоставленные скажем так императоры князья еще кто-то их потомки любые их же много там на западе они же бежали в революцию отсюда и после революции я сам был на каких-то съездах которые проводились лет десять тому назад на съездах они кричали в том числе и в храме христа спасителя мы да мы устроим здесь такое возрождение россии так где они все я тогда он не спросил а чего вы до этого то вот до этих двухтысячных годов ничего не восстанавливали где вы все были то со своими капиталами дамы 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 и вот время прошло еще десять лет и их нет никого и возникает вопрос а если они вообще были ли они вообще где эти патриоты которых отчизна родина не видит в упор даже сегодня были ли они вообще или может быть знаете как некоторые друзья которые покупают где-то там свои дипломы их никто и не знал но вот они трясут этими дипломами а когда время пришло показать свои знания которые отражены в этом дипломе то у них этих знаний то нет и они не приходят на комиссию чтобы рассказать и подтвердить свои знания которые были якобы ими где-то получены я претензий к ним не предъявляю я считаю что они добропорядочные прекрасные граждане что они любят свою родину весь вопрос только в том кто они и где они покажитесь господа вы столько бились за своего царя как вы его называете хотя он царем не был он был императором и не надо путать вообще совершенно разные термины власти ну ладно уж вы столько бились за своего царя только шороха навели в стране здесь чуть ли полстраны на полстраны не пошло за того что вы здесь подняли бучу ну несколько лет тому назад давайте на пользу страны то поработайте покажите кто вы как вы дышите как вы помогаете россии вот в это время словом делом деньгами живой силой может быть на нашей стороне естественно мне было бы очень может быть приятно получить от вас какую-то литературную помощь по моим допустим детским произведением другим произведением еще какую-то помощь или какое-то доброе слово я бы тоже сказал ваш адрес очень много добрых бы слов но только не надо больше ходить с этими бигбордами и призывать русский народ чтобы мы покаялись за то чего мы не делали а вы считаете что мы как бы это сделали предъявляйте претензии если хотите предъявить туда на ближний восток но я думаю что и там вам также ответит что вряд ли они что-то подобное делали что все это возможно сказки а возможно все это было совершенно не так и скажут что обращайтесь к историкам которые и на придумывали это я думаю что вот эти романовские моменты что они были когда-то императорами или не были когда-то императорами появились там 300 лет а дом сделали свой только недавно и все задним числом что вот эти моменты они очень скажем так негативно влияют на общество не только у нас в стране но и вот допустим в той же англии потому что королева англии покойные ныне она совершенно к виндерам не относится она назвала себя ими только на бумаге и заставила считать сегодняшний мир своих отпрысков виндерами а на самом деле на а на самом деле все совершенно не так что есть другая линия достойные власти в англии а сегодняшняя линия можно сказать самозванцы и если мы все время будем идти вот по этим линиям с неправильным уклоном но в этом считать что короли и императоры и цари это совесть ум честь нашей эпохи а на самом деле это будет вот так то я думаю что никуда мы далеко не уйдем поэтому я обращаюсь королевским особым прекращайте выступать на стороне нашего противника а давайте помогайте нашей стране откуда вы якобы родом без якобы родом и где ваши патриотические корни находятся находились и возможно еще будут находиться ждем вас господа ждем а а а Субтитры создавал DimaTorzok